Ознакомиться с боевыми и спасательными машинами, миномётами, вертолётами и даже попасть внутрь некоторых экспонатов. В Самаре открылся военно-технический форум «Армия-2022». На торжественной церемонии открытия гостей приветствовали вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, глава города Елена Лапушкина и другие почётные гости. Вице-губернатор зачитал приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. В рамках форума «Армия-2022» мероприятие проводится на территории всех военных округов Российской Федерации, в том числе и в Самарском гарнизоне. Выражаю благодарность командованию 2-й гвардейской общевойсковой армии, командованию соединений Центрального военного округа силовым структурам за предоставленную жителям Самарской области возможность увидеть образцы современного вооружения, военной и специальной техники, их огневых возможностей. На протяжении трёх дней жители и гости города могут увидеть образцы вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, а также специальную технику МЧС России и Росгвардии. Всегда надо видеть своими глазами, слушать своё старшее поколение, своих боевых товарищей, отца и мать, дедушку и бабушку, чтить нашу военную историю и гордиться славой русского оружия. В этом году форум сменил место проведения и впервые проходят на аэродроме Кориаж, где базируется аэроклуб филиала Центрального спортивного клуба армии ЦСКА ВВС. Форум проходил на полигоне Рощинский, немножко логистику поменяли для того, чтобы было более доступно. Большое спасибо руководству области и города, что посетили глава города и лица губернатора. Эта выставка должна быть как минимум два раза в год, потому что посмотреть, сколько детей пришло, и она будет работать в субботу и воскресенье, и каждый желающий может прикоснуться святая и святых к нашей российской армии. Самой зрелищной частью торжественного открытия форума стали показательный пролет пилотажной группы аэроклуба Самарского филиала ЦСКА на вертолетах МИ-2 и десантирование команды парашютистов с вертолетами-8. В числе парашютистов спортсменка Алена Иванова. Девушке всего 20 лет, но за плечами уже 1400 прыжков. Очень трепетно, особенно вот когда на таких больших мероприятиях, очень всегда волнительно, хочется всех людей заинтересовать и не подвести тренеров и начальников, чтобы всем все понравилось. МИ-2 летал, он имитировал атаку цели. Атаку, разворот боевой и уход от обстрела. То есть это самая боевая работа авиации такой вот у нас. Вот сейчас МИ-8 тоже вот имитирует выставку десанта, то есть очень интересно. Для людей очень познавательно. Гостей военно-технического форума порадовали также концертная программа и полевая кухня с солдатской кашей. Детей у меня трое, два мальчика, всем очень интересно. Вот пришли посмотреть на вертолеты, особенно вот среднему сыну, он очень любит вертолеты. Все очень нравится, очень много техники, детям интересно. Везде можно зайти, посмотреть, потрогать. Ну, здорово, в общем, для детей это прям отличное мероприятие. Еще и кашу, вот да, дочь сейчас кашей накормлю. Военно-технический форум будет работать в субботу 20 августа с 11 до 17 часов и в воскресенье 21 августа с 11 до 15. На военном аэродроме Кряж-вход свободный.